Этот деревянный дом в городе Галиполи, ныне Гелебалу, на берегах Дарданелл мог бы стать музеем истории русской белой армии. Ведь в начале 20-х годов прошлого столетия в нём был генштаб русского генерала Александра Кутепова. «Первый этаж использовался как столовая для офицеров. На втором этаже периодически работал генерал Кутепов, который руководил первым русским армейским корпусом белых». Остатки Врангельской армии в 1920 году отправились из Крыма к турецким берегам, не считая возможным служить при большевиках. Русские вначале жили в палатках и полуразрушенных бараках без окон и дверей. Но, несмотря на жизненные тяготы, почти 25 тысяч человек под руководством генерала Кутепова не только сохранили армейский дух, но и принесли новое дыхание и европейский образ жизни за год своего пребывания здесь, на турецкой земле. «Были созданы детские сады, школы, было создано два театра, был проложен водопровод. Была установлена локальная железная дорога, и всё это забыть невозможно». Здесь, в Галлиполе, было не сладко русским на чужбине, да и туркам тоже. Ведь город пришёл в полный упадок после бомбёжки в Первой мировой войне. Все главные восстановительно-строительные работы были проделаны под руководством русских инженеров. Устройство бань, хлебопекарен и лазаретов и многого другого. А также русские научили местных женщин красиво одеваться, сервировать стол в европейском стиле и даже производить рыбные консервы. «Все с теплотой вспоминают пребывание русских здесь. Ни одного негативного случая здесь не было, ни одного конфликта не было. Наоборот, они внесли свой вклад в общеевропейскую направленность Турции». Во время штормовых ветров и ливней турок поражала взаимопомощь русских при ликвидации стихийных бедствий. Глядя на них, местные жители брали в свои семьи пострадавших белых воинов. Некоторые до сих пор помнят рассказы родственников о жизни трудолюбивых офицеров русской армии. «Моя тётя рассказывала, они вели собственное сельское хозяйство. Сами выращивали хлеб, баклажаны и помидоры. Не покупали на базаре. Разводили кур, обеспечивали себя мясом и яйцами». Как считают турецкие следователи, галлиполийский дух русско-турецких отношений важно сохранить в качестве того, как надо жить и сопереживать друг другу.